Форест и Гамп — А в какую сторону вы там ревели? — Ну, к финалу? Ну, с пёрышком. Всякий раз как пёрышко, так я и ревел. И потом, понимаете, вот я... У меня ровно та же ситуация с одновременно вышедшей картиной. Помните, они одновременно стрельнули из Pulp Fiction? Я никогда не понимал, что вы все там находите. — Pulp Fiction я сначала первый раз не понял, потом посмотрел второй раз и третий, и могу смотреть сколько угодно, потому что это такой же полный бабель или... — Что вы там такого находите? — Ну, что я вам буду стандартные... У меня ничего оригинального сказать нет про это. Стандартные комментарии к тому, что это постмодерн, что это обыгрывание всех типовых ситуаций из криминального чтива, что это замечательная свита или, я не знаю, симфония из разных типовых сюжетов. — Вспомните, хорабый сюжет, где... Ой, я уже забыл фамилию актера. — Часы где? — Да, Часы, где Часы, да? — В заднице. — Да, Часы в заднице. Как фамилия этого... — Ну, Орешек крепкий. — Этого блондина-актера, который всегда играет злодеев, а тут играет такого... — Он, по-моему, не блондин, а он лысый. — Нет, он высокий блондин, всегда играет злодеев, в частности, в одном фильме с Джеймсом Бондом он играет. — Ну, неважно. — Злодея Зорина, по-моему. — Я не помню ничего. — А тут он играет замечательную роль вот этого ветерана войны, друга, отца. Ну, всё сделано из готовых, до предела доведённых, до блеска начищенных, острых моментов, и все они перекрещиваются, и ещё появляется этот персонаж, который... актёр-негр, который видит во всём божественный промысел в этой стрельбе, которая никого не поражает. Замечательная поэма из вот именно Pulp Fiction. — Этого я не знаю. — Если угодно, такое 12 из полной гадости сделана поэма мастерская. — Ну, дай бог, я никогда не интересовался, собственно, Pulp Fiction, не понимаю, какие мотивы он заимствует. — Как Pulp Fiction, это всё, что мы всё время читаем и цитируем, и перерабатываем. — Ну, вот я никогда этого и не читал, собственно, да, потому что я же вырос на совершенно другой литературе, но мне почему-то кажется, что это, во-первых, не смешно. Весь фильм огромный и не смешная шутка. — Почему мы не читаем Pulp Fiction? Если бы он включил свой фильм Моресьева... — Да, что там соцреализма, тогда я понимаю, да. — Тогда вы поняли. — Если бы там один персонаж был бы без ног и полз бы куда-нибудь, да? — Тогда это был бы чистый пост модерн. — Ну да, но это вот, это так, это так сделано. — Вот вопрос, который я не знаю, как задавать, но он пришёл. — Причём я очень люблю Pulp Fiction, а большинство последующих фильмов Тарантино я не так люблю или даже не очень. — А какие мемы в Pulp Fiction? — Мемы, да, какие? — Да, мы же всё это знаем наизусть. — Да. — А что вы оттуда знаете наизусть? — Что ты помнишь наизусть? — А какие реплики оттуда, вы помните наизусть? Я не одной. Я помню только сцену, где он попадает в неё шприцом. Это смешно. В остальном, по-моему, ну ладно. Ну ладно, Алик, человек грубый, но вы, утончённый там специалист-падант, и как можете в этом что-то находить? — Обожаю. — Ну дай бог вам здоровья. Вот вопрос вам обоим. И...